Сегодня, 9 сентября, день рождения всемирно известного русского писателя Льва Николаевича Толстого. В связи с данным событием мы посетили дом-музей Льва Николаевича Толстого. Как только заходишь в дом, сразу оказываешься в необычной атмосфере. Льва Николаевича Толстого и его жена Софья Андреевна вложили очень много сил, любви и терпения, чтобы создать уют и красоту для своих детей. А детей у них было 13. В данном доме прожили 10 из 13 детей. В доме имеются очень разнообразные комнаты. На данной фотографии спальня Льва Николаевича, его жены. А это комната старшей дочери Татьяны Львовны. Она была очень веселая, у нее был веселый нрав и даже имеется скатерть, на которой она расписывала подписи тех, кто приходил к ней в гости, знаменитости. А это комната средней дочери Марии Львовны. Она была более простой, спокойной, она не любила какие-то изыски. Она была ближе духом к Льву Николаевичу и отучилась на фельдшерских курсах и лечила бесплатно крестьян. Это парадная лестница, а по ней, по перилам, дети катались на подносах. Лев Николаевич считал, что надо уметь работать руками, поэтому нанял сапожник и он научил изготавливать сапоги. Эти две пары сапог изготовил Лев Николаевич сам. Рабочий кабинет Льва Николаевича был небольшим, но уютным. Имелся стол хороший, добротный и все необходимые мебель. Это зал, который Софья Андреевна украсила восточном стиле и принимала гостей. Это комната Андрея Михаила, средних сыновей Льва Николаевича и Софьи Андреевны. У мальчиков комната не отличается праздностью, как у девочек. Она более простая. Это комната детская. Здесь жил младший сын Льва Николаевича и Софьи Андреевны. К сожалению, он умер очень рано, ему даже не исполнилось 7 лет. Но он успел написать свою первую повесть и в идеале знал французский. Софья Андреевна любила рукоделие. И вот эти два покрыва на кровати она изготовила руками. У нее был стол для рукоделия. Вот здесь вы даже увидите вышивку. При доме имеется хороший ухоженный сад, где до сих пор имеются деревья, посаженные Львом Николаевичем Толстым. И этим деревьям некоторым больше 200 лет, так как когда они еще купили дом, уже дома было 100 лет. Имеется беседка с 12 колоннами, в котором после катания на коньках отдыхала вся семья, пили чай. И имеется выставка. Рекомендуем посетить.